Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке. А сегодня у нас на календаре 20 октября. И как обычно, уже по традиции, которая складывается, я начну с объявления. Объявления о том, как вы, уважаемые зрители, откликнулись на мою просьбу. И с какой интенсивностью. Настоящие патриоты Украины, просто люди, которые сочувствуют и хотят помочь нашей стране, задонатили для фонда «Незламные сердца», задонатили на сегодняшний день уже более 3 миллионов гривен. Имеется в виду общая сумма. Тут валюту перевели, конечно же, в национальную валюту. И что это позволило? Это позволило за несколько дней буквально запустить производство. Потому что многое было уже готово. И запустить производство. Будет 200 ударных дронов «Камикадзе». 200. Это вот уже на эту сумму подписаны договора на поставки комплектующих. И производство уже начинает работать. Первые образцы дронов, которые собирали, можно сказать, на колени, в таких лабораторных условиях, без организации большого производства, первые образцы уже поразили цели на линии фронта. То есть они были доставлены нашим военным, которые провели, ну будем говорить так, тестовое использование этих дронов. И было поражено скопление пехоты вражеской в здании по наводке разведывательного дрона. «Камикадзе», вы знаете, они никогда не работают в одиночку. Они всегда работают по уже заранее разведанным целям. Потому что дрон «Камикадзе» не возвращается. Надо его запускать, когда цель есть. Поэтому вот такое испытание уже они прошли. Мы, кстати, ожидаем сейчас видео от тех бригад, которым передавались эти экспериментальные дроны. Как только оно будет готово к публикации, вы знаете, меры безопасности в первую очередь для наших военных, как только видео будет готово к публикации, пресс-служба этих бригад нам его передаст, я сразу же его выложу на своем канале. Вполне возможно, как отдельными роликами, а может быть и в составе оперативной обстановки, чтобы вы могли посмотреть и убедиться, то, на что вы задонатили, как оно выглядит и как оно работает. Ну а сейчас всем низкие поклоны и огромные слова сердечной благодарности за то, что вы откликнулись. Продолжаем донатить на наши дроны «Камикадзе», которые куют победу на фронте армии дронов. И еще одно объявление, которое не могу обойти стороной, это наша команда «Дипстейт». Знаете такую, да? Я всегда, кстати, у меня в описании под каждым видео написано, что это карта, на которую можно увидеть весь ход войны. Многие ее знают, там больше, у них на телеграм-канале я посмотрел специально, больше 600 тысяч подписчиков. Многие знают эту карту, многие ею пользуются, она анимационная, там появляются различные слои информационные, но команда, которая ведет эту карту, она не сидит, сложа руки. Сейчас они разрабатывают несколько проектов. Это модуль «Цимик» для подразделений военно-гражданского сотрудничества, для сбора и объективной информации о гражданской среде. Это будет отдельное приложение. Проект «Пидземка» – платформа и коммуникационное цифровое решение для общин и председателей на оккупированных территориях. Цель – развертывание сети взаимосвязи и оказание помощи нашим гражданам на оккупированных территориях. СРМ – система для государственной службы по чрезвычайным ситуациям, геоинформационная платформа по координации сил и средств по ликвидации последствий загрязнений взрывоопасными предметами территории. Вот такая. И, собственно, проект «Гризельда», тоже, который разрабатывается для сбора и обработки информации. В конце, и команда «Дипстейт» просит поддержать эти проекты. Смотрите, будет ссылка на телеграм-канал, на сообщение в телеграм-канале команды «Дипстейт», будет ссылка в описании этого видео, вы можете перейти. И там каждый из названных мной проектов, есть интерактивная ссылка, для того, чтобы вы его открыли и с ним ознакомились. Ну и поддержали, если у вас возникнет такое желание, поддержали финансовое развитие этих проектов и команду «Дипстейт». Сейчас вы увидите рекламный ролик, который они сняли по этим проектам, для того, чтобы у вас было общее понимание того, что же они делают. Ну а более подробно вы сможете прочитать и посмотреть непосредственно на телеграм-канале команды «Дипстейт». Грізельда – это автоматизированная система для сбора, обработки и использования информации, для военнослужащих и цивильных задач, данные с сопоставников, данные граждан с места подъем, информация с открытых джерел. Ну а мы с вами возвращаемся на землю грешную к нашей войне, к нашим защитникам и разбираем оперативную обстановку, которая сложилась за прошедшие сутки. А за прошедшие сутки российские террористы нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой «Искандер-М» по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, захватчики применили ударные беспилотники типа «Шахет-136» по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной. Также за прошедшие сутки на линии фронта произошло более 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных ударов, 60 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары вражеской авиации наносились по населенным пунктам в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии сегодня за прошедшие сутки по данным Генштаба попало более 150 населенных пунктов. В основном это населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Далее пройдемся по оперативным направлениям и зонам ответственности групп войск Силы обороны Украины. Итак, группа войск Север. Волынское и Полесское направление. Здесь особых изменений в ситуации нету. Она контролируема и стабильная. Вы задавали вопрос. Нет, я сначала, наверное, давайте пройдемся еще по Северскому и Слобожанскому направлению. Здесь, в принципе, ситуация тоже сохраняется более-менее стабильная. Враг пытается, ну, во-первых, сохраняет войска вдоль нашей границы. Во-вторых, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность. Мы проводим контрдиверсионную деятельность. Наблюдаем за строительством линии обороны в Белгородской области. Ну, а в остальном обстановка остается без особых изменений. Так вот, здесь, кстати, задавали вопрос по поводу плотности, точнее, не плотности, а оборудованию границы в инженерном отношении, как оборонительного рубежа. Так вот, по словам, со слов командующего группой войск Север, вдоль государственной границы Украины для обеспечения прикрытия рубежей обороны установлено более 500 тысяч мин. Вот такая плотность минирования и на северной границе Украины. И, соответственно, мы можем более спокойно смотреть на обстановку, которая у нас на северной границе. Далее у нас зона ответственности группы войск Хортица. Здесь очень гаряче на Купинском направлении. было отбито нашими силами обороны за прошедшие сутки было отбито более 30 атак врага. В основном атаковал противник в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка. А также 12 атак было отбито в районе населенного пункта Надежда. Боевые действия продолжаются в Западной Орлянке. Наши уже силы в районе Западной Орлянки пытаются отбросить врага на исходные позиции. Они там несколько дней назад имели частично успех и немножко продвинулись в пределах серой зоны. Теперь наши силы в районе Орлянки пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции. Также продолжается столкновение Улимана Первого и в окрестностях Новоселовского и Райгородки. Вот очень горячо на этом оперативном направлении враг пытается начать, точнее они пытаются возобновить наступательные действия, провести наступательную операцию с целью захвата Купинска и выхода на реку Оскол. Наши силы обороны успешно удерживают рубежи и отражают все атаки противника. Лиманское направление. Здесь возле Макеевки враг продолжает давление с целью вытеснения наших подразделений в сам населенный пункт Макеевка. Силы обороны не допустили, за прошедшие сутки не допустили потери позиций в районе Макеевки. То есть мы продолжаем удерживать тот рубеж, на котором были ранее. То есть линия фронта на Лиманском оперативном направлении без изменений. Бахмутское направление. Здесь немножко полегче, так же как и на Лиманском, хотя интенсивность боевых действий тоже довольно высокая. Основные бои ведутся в районе Клещиевки за железной дорогой. То есть мы уже перешли железную дорогу в районе Клещиевки и продолжаем громить врага с целью выбить его с занимаемых позиций и выйти на трассу Бахмут-Горловка. Далее зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Это Авдеевское направление. Начнем с Авдеевского направления. Враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Надо отметить, что после первой неудачной попытки наступать, когда помните, только на спутниковом снимке наши аналитики насчитали 63 уничтоженных бронеобъекта врага. Причем это уничтоженные, это те, которые уже не подлежат эвакуации и никому не нужны. То, что было повреждено и что враг смог, они эвакуировали. То есть поврежденных бронемашин и танков намного больше. Цифра совсем там другая. Но после первого неудачной попытки наступления, они, помните, мы говорили с вами пару дней назад, что они сбавили темп наступления, то есть количество атак в сутки уменьшилось. Они провели перегруппировку, пополнили потери личного состава за счет тех подразделений, которые не принимали участие в этих атаках. И вот сейчас возобновилась новая. Вчера возобновилась, ну я думаю, что это вторая волна атаки. К сожалению, нельзя сказать, что она последняя. Я думаю, будут еще волны атак. И это будет продолжаться, скорее всего, я думал, как в плановой операции, там 10-14 дней. То есть еще вот вторая волна, еще неделю, и можно, может пойти на спад. Но я так понимаю, что задача по захвату Авдеевки стоит политическая со стороны руководства Рашистской Федерации. И поэтому они будут биться до последнего солдата. Посмотрим, прав я или нет в своем предположении, но обстановка такая. Рашисты возобновили наступление в районе Красногоровки. Причем в результате возобновления этого наступления была разбита колонна бронетехники, которая шла в сторону Степнова. Другое направление атаки врага направлено на Террикон. Они пытаются практически в лоб через Коксахим пройти. Там бои продолжаются. У Водянова Рашисты снова наступали в сторону Северного и Ласточкина. Успеха не имели. Атака отбита, враг понес потери. И вот специально для того, чтобы понимать, какова напряженность боев в районе Авдеевки, Генштаб вынес потери на Авдеевском направлении за сутки. За прошедшие сутки. Наши силы обороны за прошедшие сутки на Авдеевском направлении уничтожили убитыми и ранеными около 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники врага. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степнова и Северного. Вот это вот все вокруг Авдеевки, с северного фланга по южный фланг и периметр города вот такие потери несет, понес враг только за прошедшие сутки. Такая высокая интенсивность боевых действий. Далее Маринское направление. Тоже враг продолжает наступать. Все наступления оказались, попытки атак нашей позиции оказались безуспешными. Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Маринки Донецкой области были осуществлены 16 раз, то есть 16 атак провел противник при поддержке авиации. Никакого успеха не добился, линия фронта без изменения. Все атаки были отбиты, враг понес потери и отошел на исходные рубежи. Бердянское направление. Тут наши воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Также враг пытается вести наступательные действия к северу от населенного пункта Приютное. К сожалению, там имеет частичный успех, продвинулся на несколько сотен метров вперед. От рубежа своих позиций. На Мелитопольском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе самого вербового. Но это объясняется тем, что мы немножко сбавили темп наступления и сразу же понеслись в контратаки врага. И вот эти людские волны одна за одной. Мы отбиваем все эти контратаки и не даем возможности противнику, не на йоту вернуть утраченные позиции. То есть мы успешно, продвигаясь вперед, успешно сразу же стараемся закрепиться на достигнутых рубежах. И в подтверждение этого столкновения были еще в районе Прокоповки, тоже там линия фронта, Новопрокоповки, извините. Там тоже линия фронта не изменилась. А вот севернее и юго-западнее вербового силы обороны имели тактический успех. Продвинулись на несколько сотен метров вперед. Отбили у врага несколько позиций. И опять продолжает интенсивно закрепляться на достигнутых рубежах. Вот такая вот обстановка на Мелитопольском направлении. Далее у нас с вами зона ответственности группы войск Одесса. Это Таврийское направление. Здесь силы обороны ведут контрбатарейную борьбу. Наносят огневое поражение по тылам противника. Я так понимаю, что сейчас с приходом нового вооружения, это ракета Ататмс, мы начнем активные действия по уничтожению тылов противника. Благо мы теперь полностью покрываем всю материковую часть Украины и даже северную часть Крыма. Кстати, пока я записываю этот ролик, в Джанкой уже что-то бабахает, что-то взрывается, что-то горит. Но это уже пойдет в завтрашний выпуск. Далее тут, опять же, сошлемся ввиду того, что от нашего генерального штаба пока никакой прямой информации нет. По событиям на левом берегу Днепра, именно на этом направлении они там происходят. Мы это уже с вами поняли. Так вот, опять сошлемся на нашу команду Дипстейт, которую я упомянул сегодня ранее. Так вот, по информации Дипстейт, наши войска расширили контроль над территорией в районах Антоновского моста и Железнодорожного Антоновского. Там два моста, если вы знаете. Кто не знает, посмотрите. Вот на карте Дипстейт очень хорошо видно. Антоновский мост чуть севернее Херсона, а Железнодорожный мост еще севернее, то есть выше по течению Днепра. Так вот, в районе этих мостов, по данным Дипстейта, расширилась территория, которую контролируют наши войска. Поэтому я бы сегодня не доверял сообщениям, там, знаю очень много средств из Запоребрика и военкоров расширских, пишут о том, что наши войска типа сброшены в реку Днепр. И контратаками расширских войск. Если бы это было соответствовало действительности, тогда зачем наносить авиационные удары по населенному пункту Песчаной. Оно, кстати, очень далеко от воды, либо они бомбят сами своих, что пока что отмечено не было. Поэтому я думаю, что вот команда Дипстейт показала это увеличение контролируемой нами территории. Ну, это, скорее всего, больше соответствует действительности. Ну, а так подождем, что скажет Генштаб, когда, я так понимаю, будет уверен в том, что мы там прочно закрепились. Далее, как вывод за прошедшие сутки можно сделать следующее, что враг продолжает удерживать инициативу на Сватовском направлении. Это сейчас самая горячая часть фронта, то есть Купинское направление мы называем с нашей стороны, Сватовское со стороны врага. Если считать по горячим точкам на линии фронта, то Купинское направление это самое горячее на сегодняшний день. На Бахмутском и Бердянском направлениях здесь интенсивность боевых действий немножко меньше. А вот на Авдеевском оперативном направлении, ну, там, я бы даже сказал, очень сложно. Очень. Ситуация очень тяжелая, потому что враг всеми силами пытается прорвать нашу оборону. И вот, кстати, команда Дипстейт пишет, что они мечтают захватить Авдеевку до конца года. Это говорит о том, что операция, то, что я говорил вам, то, что операция может продлиться и намного дольше, чем еще там 14, точнее еще 7 дней, то есть еще одну неделю. На Работинском выступе, это тоже как из вывода, здесь ситуация сложная, но, в принципе, силам обороны удается не просто отбивать контратаки, но и добиваться тактических успехов. То есть на Работинском выступе мы, вот то, что я вам сегодня рассказывал, в районе Вербао, мы потихонечку двигаемся вперед, параллельно отбивая от контратаки рашистских войск. За сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удар по командному пункту вражескому, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, и еще 4 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Ну, это что-то вроде Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления войсками рашистские, 2 района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А Санцепёк, это очень важно, это тяжелые огневые системы, которые применяют термобарические боеприпасы, от которых очень тяжело защититься, и 13 районов огневых позиций артиллерии рашистских войск. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили, в личном составе, 1380 оккупантов. В технике и вооружении в танках 55 единиц, боевых бронированных машин 120 единиц, кстати, по боевым бронированным машинам это полнокровная бригада, была уничтожена. По танкам это практически чуть-чуть не дотягивает до двух батальонов. Тоже можно сказать половина бригады. 29 артиллерийских систем, 4 реактивных системы залпового огня, 8 беспилотников оперативно-тактического уровня и 1 крылатая ракета и 33 единицы автомобильной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на линии фронта и на всех оперативных направлениях. Ну а мы с вами поговорим немножко, буквально два слова скажем по военно-политической обстановке, которая создается или происходит в Украине и вокруг нашей страны. И начну я сегодняшний блок военно-политический с того, что Джо Байден, президент Соединенных Штатов, официально запросил у Конгресса дополнительное финансирование для Украины. Размер финансирования 61,4 миллиарда долларов. Ну как и предполагалось, от 50 до 100 миллиардов. 61 миллиард. И для Израиля на 14,3 миллиарда. Об этом сообщает Reuters. Также общий пакет военной помощи, который запросил президент США у Конгресса, составлен на сумму 105 миллиардов долларов. Сюда входят деньги на безопасность Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона. То есть это комплексный пакет и все включено в один пакет. Здесь как бы есть шансы того, что это будет все проголосовано одним голосованием. Далее. Британская разведка опять не перестает нам сообщать интересные выводы из того, что видит британская разведка в ходе нашей войны. Так вот. Британская разведка считает, что из-за угрозы ракета ТАКМС РФИ придется переносить свои военные базы в тыл. Ну я вам объяснял. Когда появились Хаймарс и М270, то российские войска перенесли свои базы, логистику всю на глубину более 50 километров. Помните, они использовали даже сначала зерновозы, использовали гражданские машины для подвоза боеприпасов. Потом начали использовать даже мелкий транспорт, возили на небольших машинах, грузовичках, боеприпасы на линию фронта. Так вот теперь с появлением ТАКМС им придется отодвинуть еще на 70 километров. В общей сложности где-то 120-130 километров должно быть зона удаления от переднего края. Иначе они попадают под огневое поражение наших ракет ТАКМС. Я уже говорю наших, потому что они нам переданы. А это фактически вывод всей логистики. Британская разведка говорит, что удары вооруженных сил Украины в ночь с 16 на 17 октября американскими тактическими ракетами ТАКМС по аэродромам Луганска и Бердянска вынудят российскую армию перенести свои оперативные базы и узлы управления подальше от линии фронта, считает британская военная разведка. Ну я уже объяснил, что 120 километров это фактически на территории Эрефии. Потому как там есть отдельные места, где чуть больше, но все равно. Там все базы военные в этом маленьком кусочке территории Украины, материковой ее части, которая не попадает под поражение ТАКМС, все базы и все боеприпасы не разместишь. Далее Мальта. Есть такое государство, такой остров. И там наш президент Украины обратился к руководству правительства Мальты с целью провести встречу формула мира в Украине. Это уже третья планируется встреча. Первая была в Дании, по-моему в Копенгагене, вторая была в Джарте и третья встреча должна пройти на Мальте. Эта встреча пройдет буквально 28-29 октября. И там будет уже рассматриваться более расширенно или более конкретно те вопросы, точнее не вопросы, а пункты мирного плана, точнее формулы мира в Украине, предложенные президентом Украины. Далее, мы все слышали заявление нашего генштаба о масштабных потерях в районе Авдеевки, но тем не менее это не останавливает расшистов от попыток атаковать наши позиции. Ракеты Атакмс предоставляются Киеву с гарантиями, что они будут использоваться в пределах суверенных границ Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона. Мы этого даже не сомневались, мы это все прекрасно знали и я думаю, что все гарантии Украина дала и действительно мы на сегодняшний день не нарушаем этих гарантий. Ни одно средство огневого поражения, предоставленное нашими партнерами, не наносит удары по территории врага. Ну и компания-корпорация Ростех, это расшистская компания, которая производит вооружение, сообщила о завершении государственных испытаний и готовности приступить к серийному производству новой самоходной гаубицы Коалиция СВ. До сих пор эту машину можно было увидеть только на парадах. Вот видите как получается, так на параде говорили, что поступает, взято на вооружение и так далее. Тут только закончились испытания. Очень хочется посмотреть, ну в принципе скажу, что в основе гаубицы Коалиция, я бы сказал так, что гаубица Коалиция на сегодняшний день это модернизация гаубицы МСТА-С 2С-19. Особо там ничего не поменялось, базу они по-моему поменяли, ходовую часть, а в артиллерийской части там примерно все осталось чуть-чуть улучшенное, может что-то модернизировано, но особо нет. Да, там они хотели поставить прибор по подготовке данных для стрельбы, но посмотрим. Особенно очень хочется посмотреть, как они будут развертывать серийное производство этих гаубист, если часть комплектующих попал иностранного производства, особенно что касается средств связи, электроники. Вот, и соответственно изготовление, допустим, даже тех же стволов на сегодняшний день в Российской Федерации очень проблематично, потому как это высокотехнологичный процесс и он требует станков иностранного производства. В России они были ранее, но они же требуют технического обслуживания, ремонта и замены износившихся деталей, а вот этого Россия себе позволить не может. Поэтому, скорее всего, как вариант можно предположить, что на гаубицу коалиции СВ будет ставиться ствол от гаубицы 2С-19, если таковые есть в запасе. Если нет, то тогда серийное производство под большим вопросом. По каким параметрам, я уже вам перечислил. Далее Германия. Ну, надо отдать должное, причем многим, во-первых, тому объему помощи военному, который дает Германия нам, Украине, и второе, то, что Германия стабильна и предсказуема. Все идет по плану. Они как объявляли о своей деятельности, то есть популяризировали ее так и продолжают это делать. Ну, слава богу, мы зато можем порадоваться за наши силы обороны. Германия передала очередную партию военной помощи Украине. И в эту партию вошли 3 зенитных установки Гепард, 20 беспилотных комплексов разведки РК-35 Хейдрум, 20 легких разведывательных беспилотников Вектор, мостаукладчик Бибер и 3 тягача ХХ-81 и 3 полуприцепа к ним. Это, кстати, тягачи для перевозки танков самоходных, тяжелого вооружения гусеничного. 13 машин для охраны границы, это получит наша государственная пограничная служба, я так понимаю, и 3872 артиллерийских дымовых снаряда ДМ-125, калибра 155 мм. Дымовые снаряды используются на линии фронта, так уже сразу в качестве справки, для целеуказания и задымления позиций противника, чтобы их средства визуального наблюдения или лазерной подсветки целей не могли осуществлять эти действия в результате задымления позиций врага. Так что дымовые снаряды тоже нам нужны. Ну что ж, на этом мы с вами военную и военно-политическую часть нашего видеообзора закончим. Я сделаю по традиции небольшую паузу. Вас по традиции приглашаю, кто не подписан, подписаться на мой канал. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Как происходит модернизация фугасных авиабомб под управляемые авиабомбы и сколько расисты могут их примерно модифицировать в месяц? Сложные ли технологические процессы, почему мы не применяем такие аналоги? Ну, тут вот написали вам комментарии, я его зачитаю. Модернизация изготовления модуля УМПК и подвеса его на саму авиабомбу. Сколько их делают, неизвестно, но думаю, минимум 2000 модулей в месяц, а бомб у них как на птицефабрике яиц. Смотрите, давайте более конкретно, более взвешенно разберемся. На сегодняшний день мы отмечаем где-то до 30 ударов авиационными планирующими бомбами. Если умножить на 30 дней, то получится около 900 штук. То есть около 1000 штук они, скорее всего, производят. Может быть чуть-чуть больше, и у них есть какой-то запас. Почему? Потому что их применение может быть еще ограничено подготовкой летчиков. Летчиков у них не хватает. Они там вызывают из запаса, люди проходят переподготовку, и они их пускают в бой. Это первое. Второе. Авиационный ресурс для самолетов исчерпывается довольно быстро, потому что такой интенсивности применения авиации Эрефия не была готова. К длительной войне Эрефия не была готова. Они сейчас пытаются к ней подготовиться. Так что примерно можно прикинуть, что тысячи, где-то чуть больше, может, тысячи в сутки. Технология самая примитивная. Я уже рассказывал, но повторюсь еще раз, чтобы вы не копались там. Кстати, в описании видео есть там отдельно такой вопрос. Где-то недели две-три назад это было. Я там подробно рассказывал, с чего состоит, там комплектующий и так далее. Но, если в двух словах, скажем так, это два хомута ленточного типа, которыми и балка. Алюминиевая балка, в которой находятся два крыла. Они сложены, такие небольшие. Они раскладываются. И там буквально плата управления, плата GPS и сервоприводы для этих крылышек. И аккумулятор. Больше ничего. То есть, это та же самая бомба. Не надо менять никакие подвесы, ничего. Они даже... Что они делают? Они берут вот это приспособление УМПК. Управляемый модуль, планирующий с крыльями, крылатый. Вот, точнее, планирующий комплект. Они его подвешивают к бомбе снизу. А от того места, где находятся замки основного подвеса бомбы к самолету. Вот как это выглядит, реально. И бомбу, если ориентироваться, что замок это основание, то бомбу подвешивают вверх ногами. Потому что вот этот управляемый модуль, он находится снизу бомбы. Когда бомба сбрасывается с самолета, она переворачивается. И выпускается, точнее, крылья, которые переворачивают эту бомбу и стабилизируют ее в полете, делают ее полет более планирующим. То есть она не вертикально вниз идет, как в классике должно быть, а за счет этих небольших крылышек она планирует. Сервоприводы удерживают ее в планирующем положении, модуль GPS определяет ее местоположение в пространстве и старается привести к тем координатам, которые в нее заложены. Координаты закладываются на земле, в воздухе никакой коррекции, ничего нет. В воздухе у пилота есть рубеж, эшелон по высоте и рубеж, с которого он должен сбросить эту бомбу. И по расчетным данным она должна попасть в те координаты, которые введены вот в этот модуль. Так что я советую загуглить, если я найду, я вставлю фотографии, посмотрите, как выглядит эта принадлежность для бомбы, которая превращает ФАП, обычную фугасную авиационную бомбу, в планирующую бомбу. Дальность планирования максимально где-то 60-70 километров. Высота сброса бомбы где-то 12 километров. Для того, чтобы максимально, она все равно тяжелая, эта бомба, и все равно крылышки маленькие, ее тянет вниз. Поэтому, кстати, чем больше бомбы, тем ближе она летит. Так что вот так. Путин заявил, что МИГи с кинжалами будут патрулировать над Черным морем. Может ли МИГ совершать посадку с кинжалом? Я думаю, что если вешают такую колоду на пузо самолету, то ее в любом случае нужно запустить, чтобы совершить посадку безопасно. Думаю, что теоретически может. Почему говорю теоретически? Потому что, может, они и проводили испытания. Данных таких в открытом источнике нет. Но ракета весит 4,3 тонны. Действительно, она очень тяжелая, эта ракета. Очень. И если, допустим, ракета вписывается в взлетный вес самолета, а взлетный МИГ довольно 31К, он довольно большой самолет, он в пустом, пустой весит 21 тонну с хвостиком, а максимальный взлетный вес у него больше 40 тонн. То есть, это тяжелый, довольно тяжелый, довольно большой самолет. Так вот, в принципе, после выработки всего топлива или сброса всего топлива, есть такой вариант посадки, когда самолет сбрасывает топливо оставшееся, оставляя ровно на заход на посадку. Сбросив все топливо, теоретически он может приземлиться. Но при таком весе ракеты, этот самый подвес может не выдержать. Там замок должен быть, ну я не знаю какой прочности, чтобы 4 тонны при посадке удержать на подвесе под фюзеляжем самолета. Поэтому я советовался с летчиками, они говорят, что теоретически при полной выработке топлива, да, он может сесть с этой ракеты. Но как это выглядит на практике, тем более из наших летчиков никто не может сказать, что у нас нет на вооружении такого комплекса. Так что где-то можно согласиться с мыслью о том, что когда они совершают тренировочные полеты, то под фюзеляжем самолета находится муляж ракеты. То есть не настоящая ракета. Кстати, я тоже отвечал на этот вопрос, но мы не можем этого знать, мы не можем отличить по радару, не можем отличить там, есть у него ракета на борту, нет. Вообще, как бы радар это не определяет никакой. Вот, поэтому когда эти МИГи взлетают, мы вынуждены объявлять сигнал тревоги. Ну вот такой большой вопрос. США, Запад будут поддерживать Украину достаточным вооружением для сопротивления. Но точно не для возврата границ 1991 года. Как говорится, говорить можно одно, а делать совсем другое. Сколько мы ждали этих Атакмс? Сколько еще ждать Ф-16? Есть ощущение, что таких масштабов операций, как Харьковская, знаю, что в принципе подобная редкость, и Херсонская, не повторятся. И мы будем стоять несколько лет на тех же самых позициях, что стоим на сегодняшний день. Это как дежавю. Я из временно оккупированного Мариуполя. Помню, когда Российская Федерация начала войну в 14-м на Донбассе. Вначале захватили порядочную территорию. Потом наши ребята освободили пару крупных узлов, как тот же Славянск. Потом Иловайск, Минск. И все остановилось на 8 лет. Наблюдаются такие же параллели сейчас. Узкий русский Ванька зашел к нам, мы его подвинули, но не полностью. И, как мне кажется, есть тенденция к сохранению такого порядка. Как вам кажется, что бы могло двинуть войну с мертвой точки и помогло окончательно выгнать Русню с нашей территории? Желаю нам победы. Донатим на ВСУ и ССО. Силы специальных операций. Ну, вы не правы в том плане, что в этот раз Запад не готов уступать в войне. Вы понимаете, что за нас писалось более 50 стран во главе с Соединенными Штатами. И наше поражение на поле боя, а заморозка конфликта это будет победа Путина, это будет наше поражение. Вот так, как вы говорите, что они останутся на этих типа Минс-3. То Запад проиграет. В первую очередь Запад проиграет. Мы, конечно же, понесем территориальные потери. Это потерю частичного суверенитета. Но самое главное, Запад проиграет. Кому? Путину. Они на это никогда не пойдут. Они растягивают конфликт. Да, это видно невооруженным глазом. Особенно Соединенные Штаты. Кстати, Европа немножко огофталась. И вот та же Германия вышла на вторую позицию по военному. Немцы понимают, что это все серьезно в ситуации. Вот французы, они петляют. Они иногда дают, иногда не дают. Дают по чуть-чуть. Чтобы только их не критиковали. Другие страны. Да, Испания помогла. Даже Греция передавала нам боевые машины пехоты. Дания, Скандинавские страны. Великобритания. Как помогает. А уже Соединенные Штаты, я думаю, что будут раскачиваться весной следующего года. Вот тут Соединенные Штаты дадут нам столько вооружения, сколько надо будет для освобождения наших территорий. Они не могут проиграть Путину. Не могут. Тем более, я высказывал предположение, что, скорее всего, Джо Байден будет использовать нашу победу в своих политических целях в плане предвыборной кампании. Представляете, начать предвыборную кампанию с объявления победы над злом в Европе, что США во главе НАТО и во главе коалиции стран в формате Ренштайн отстояла мир на европейском континенте. Это просто бомба для Белого дома. Поэтому, скорее всего, поэтому и идет. На самом деле, я еще добавлю то, что мы с вами не знаем реального объема поставок вооружений. Не знаем. И судя по тому, что наши запасы кончились еще в конце весны, в начале лета 2022 года, и воюем мы сегодня с колес, и с учетом того, как мы воюем, то я скажу, что объемы поставок довольно большие. И я думаю, что они будут увеличиваться. F-16 придут. Не волнуйтесь. С Атакмусу, да, была вот такая вот большая задержка. А вот с F-16, я думаю, никакой задержки не будет. Первые можем увидеть к Новому году. А вообще, основная масса придет где-то конец января, февраль. Как раз на весеннее наступление. Как раз. Так что, вот так вот складывается территория. Да, в начале вроде бы как собирались Стамбул-1 подписать. Но кто остановил попытку нашего руководства подписать Стамбул-1? В Великобритании? От лица кого? От лица стран коалиции. Антипутинской коалиции. Вспомните, как Борис Джонсон примчался рано утром в Киев. И один на один с президентом Зеленским беседовал при закрытых дверях. Говорят, беседа длилась, ну, средства массовой информации сообщают, что беседа длилась более четырех часов. И после этого сразу рыхоп, и Стамбул исчез. Никаких больше разговоров нет. И формула мира президента Зеленского, с чего начинается? С полного вывода российских войск. Поэтому, вы не правы. Да, они немножко затягивают. Но, поверьте, они не готовы сегодня проиграть Путину. Ну, что ж, сегодня будет коротенький вопросный раздел. И у нас с вами остается третий раздел. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. И последняя заявка Путлера про блин с чаем и агонию Украины, потому что атаку не допоможут. Все стало наоборот. Путлер просит оружие у СІ. У СІДЗИПИНЯ мается на увазе. Но никакой оружии он от Китая не получит. Все знают, Пу уже войну програв. Подивите на Пу, в него началась агония, только он поехал в Китай. Тут прилетел атаку, подарунок в догонку. Все будет Украина. Дякую. Судячи, что наши дрони досить далеко заходят на передок, в нас есть такое, если не то, а варто разработать специальные станции управления БПЛА с потужными антенами, які можуть використовувати принцип репитера, тобто прийому сигналу с пульта, його підсилення і передача на самий беспилотник. Да, кстати, наша работа над увеличением стойкости связи от помех станции радиоэлектронной борьбы и дальности связи. Устойчивость от помех и дальность связи для управления дроном Камикадзе. Правда, тут есть еще другая проблема возникает, аккумулятор. Вы же понимаете, чем мощнее аккумулятор, тем он тяжелее. А чем тяжелее аккумулятор, тем быстрее заканчивается заряд. Тут как бы такая круговорот, где надо искать оптимальное решение. Сегодняшний аккумулятор, к сожалению, продолжает оставаться довольно тяжелыми по своему весу из-за содержания. По мнению Лаврова, отрицательная победа тоже победа. Не удивлюсь, если после вывода всех российских войск с украинской территории, включая Крым, отдав Украине Краснодарский край, Ростовскую, Курскую, Белгородскую области, Кремль заявит о своей «победе». В кавычках. Москва же осталась российской. Ну вот, примерно так. Хотя нам чужого не надо, нам достаточно вернуть свое. Многие россияне ждут, что Путин решит все их проблемы, но никак не могут понять, что Путин и есть главная проблема, которую нужно решать в первую очередь. Очень интересно получается, если так разобраться, в РФ граждане идут воевать и гибнуть, защищая тех людей, которые грабят всю жизнь за деньги, которые у них же украли. Интересно, они когда-нибудь это поймут? Очень трудно сказать. Думаю, что поймут, когда проиграют. Новая маячка, новая Каховка, Каховка закрыта на объезд и выезд. СМЕС сообщает о боях в селе Крымки на левом берегу Днепра. Вражеские военкоры публикуют кадры обстрела населенного пункта с минометов. Ну, я не знаю, насколько... Спасибо за информацию. Добрый вечер, пан Алэжа. Ось іноді читаю коментарі расистів і дивуюсь відсутності інтелекту. Вони говорять, що вони можуть дозволити собі втрачати стільки арти кожен день. Кожен день, якщо дивіться на щоденну статистику Генштабу по втратам ворога. Дуже їх бентежить, що в нас снаряди закінчаться до Хаймерс. Але одне таке просте питання. Ви довбні вімкніть свій мозок, якщо він у вас є. І подумайте, що швидше можна виготовити. Реактивний снаряд М31 до Хаймерс, чи гармату, яку він вразить. Схоже, що ви все ж таки не вмієте користуватися тією однією зайвою хромосомою. Ну, на такій юмористичній ноті ми с вами с вами сегодня закончим наш видеообзор по оперативній обстановці за прошедші сутки. Я благодарю вас за внимание, за ваше время, що ви досмотрели до цього момента. Як завжди, приглашаю ті, хто не підписан, підписаться на мій канал. Ті, хто смотрит це видео, пожалуйста, поставте ему лайк. Тоді його змогут увидеть, як можна більше людей. Ну, віддільні слова благодарності тим, хто допомагає моєму каналу. А також не забуваємо донатити на волонтерський фонд «Незламній серця». Производство запускається. Також не забудьте посетити телеграм-канал команди «Дипстейт». Ну, а там уже прийняти решення, помогати, не допомагати. Я думаю, що стоит помочь. І якщо є така можливість, хоч мінімальна, то помочь команде «Дипстейт», тим більше там такі проєкти, які всі для нас. І вони будуть працювати ще, ну, во-первых, до кінця війни, а інші будуть працювати і далі. Ну, а ми з вами продовжуємо вірити в сили оборони України. Перемога! Наша слава Україні!